Друзья, всем привет! Я Димас. И сегодня будем готовить для вас, опять же, интересную закусочку. Достаточно необычную, чуть-чуть геморройную, но как бы она получается достаточно вкусная. Не всем такие варианты приготовления нравятся, но селедка в любом виде вкусная. Селедку сегодня мы будем готовить во фритюре, панировать и это все обжаривать. Естественно, будем использовать не целую селедку, а филе. Мы как бы сегодня взяли, купили просто вот селедку. Селедка у нас и в Осии, некрупные филешечки, смотрите. Она более вкусная получается. Смотрите, и цвет у нее такой более приятный, такой красный оттенок у нее есть, красноватый. Также будем обычно сегодня использовать панировку. Это мука, наш лизон и сухари. Сухари обычные, никакие там не кукурузные, не там подобные, просто хлебные сухари. Также будет использоваться у нас масло сегодня, как бы в большом количестве, чтобы у нас получился так называемый фритюр сегодня. Так что приступим к приготовлению. У нас все в принципе готово, кроме лизона. Для этого нам понадобится яйцо. Я думаю, может быть даже одно. Просто его взбейте. Если хотите, можете добавить немножко молока. Ну это опять же, или водички. Чтобы немножко у вас лизон был пожиже, можете добавить водички. Мы сейчас все это попробуем. Если у нас будет не так слишком жидко, мы добавим просто водички. Молока не будем добавлять, потому что, мне кажется, молоко и селедка не очень сочетаются. Но опять же, если это выпить, если есть килограмм селедки и выпить литр молока, то да. А так все будет норм. Даже с вашим слабым желудком все будет хорошо. Ну, мне кажется, все жидко и у нас все идеально получится. Приступим к нашей готовке. Нальем масло в наш произвольный фритюр. Что у нас получится из этого? Сейчас мы увидим. В принципе, масло должно покрывать полностью наши тушки, селедки, филешечки. Это где-то сантиметр. Ну, я думаю, достаточно. Так, все, включаем питание наше. Температура максимум. Ждем нагрева. И вот у нас пока масло нагревается. В принципе, оно очень быстро нагревается. Мы запанируем нашу сельдь, мука, яичко наше и сахари. Все элементарно просто. Я даже, вот смотрите, в принципе, ничего не пачкал руки. Хвостик у нас остается чуть-чуть такой, как бы не запанированный, но это не страшно. Можете это сделать с помощью вилки, если вы не хотите там как-то руки пачкать. Мне кажется, это, в принципе, получится у вас тоже. Сахари возьмите чуть-чуть поменьше фракции, чтобы у вас, как бы, панировочка была такая, взялась со всех сторон. Ну, вот смотрите, вот так получается, как бы, ну, все просто. Сейчас увидите, как все будет жариться. Мы запанировали, чуть добавим температуры. Наше масло, оно разогрелось. И аккуратненько сейчас будем начинать опускать наш произвольный фритюр. Наши селедочки. Пошли родные. Сразу появляется запах такой, селедочный, жареный. Потому что это селедка соленая. Реальный запах вообще селедки. Хороший. Большую температуру сильно не делайте, чтобы она у вас не горела. Ну, при этом и низкую тоже, чтобы у вас она не варилась в масле. Либо просто меньше добавляйте. Где-то вот градусов 180, чтобы она у вас была. Не больше 160. Чтобы не горела. Буквально вот по пару минут на каждой стороне. Главное, чтобы панировки схватилась. Обжаривайте. Как бы переворачивать можете с любыми приборами, какие у вас более удобны для этого. Я использую в данной ситуации вилку и ложку. Вилку-вилку можно, ложку-ложку. Либо какие-нибудь другие вариации. Как вам удобно это все делать. Вот, рыбка начинает поджариваться. Мы убавляем до минимума, чтобы не подгорела. И чтобы мы доделали остальную партию нашей селедки. Вот, наверное, масло это использовать в дальнейшем уже, наверное, как-то не очень. Будет приятно, но куда-нибудь можно ее использовать. Вот, ну, смотрите, как красиво поджаривается. Даем немножко стечь и выкладываем. В принципе, красиво получается. Сейчас мы продолжим все остальное, запанируем. И уже встретимся с вами на дегустации нашего блюда, что у нас получилось. Смотрите, друзья, у нас пожарилась наша селедочка. Такое масло осталось после этого. Ну, не кондишен уже, конечно. И в помещении запах такой вот селедочный. Такой прям вот копченый такой, как сказать. Потому что селедка, она очень жирная. Ну, получилось очень ароматно, вкусно, нежно. Мы тут разломили уже. Ну, вот прям, она прям лопается. Очень вкусная. Это очень обалденный деликатес. Люди, которые вот живут на больших морях, там, океанах, селедка, это вообще очень вкусная рыба. С тонким вкусом, рыбный, жареный рыбный вкус. Но при этом вот оттенок есть соленый. Хочу попробовать ее с лучком, с хлебом. Можете сделать какой-нибудь майонезный, сливочный соус. Это будет, мне кажется, приятно. А так, даже без этого очень приятная закуска будет с луком, с хлебом. Это просто, мне кажется, будет волшебство. Нежнейшая рыба. Реально вкуснейшая. Попробуйте поэкспериментировать дома. Приготовить такую закуску, она реально, она пойдет. Она не соленая, но чуть-чуть, чтобы соленая. При этом необычная, это же селедка. Когда вы селедку приготовите в необычном виде, она всегда получается приятная. Идеальная закуска ко всем горячительным, там подобная. В любую компанию она точно зайдет. Даже если у нее есть вот этот свой селедочный запах, не пугайтесь этого. Это приятно. Всем приятного аппетита. Вот такую закусочку мы сегодня для вас приготовили. Надеюсь, она сгладит ваши домашние будни, если вы приготовите ее для гостей, для любимых дома. Всем, кому видео понравилось, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии, готовили ли вы такие блюда, подобные. Увидимся в нашем канале. С вами был Дима Собиратан Антонов и все наши банда. Все, пока-пока.